МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехала на телеканале Ля Минора. Я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня мне особо приятно вести программу, так как у нас в гостях замечательная, красивая, талантливая девушка. Наталья Москвина. В том саду, где мы с вами встретились, Ваш любимый куст хоризонтем расцвел. И в моей душе расцвело тогда Чувство яркой, нежной любви. Отцвели уже давно Хризонтемы в саду, Но любовь все живет В моем сердце больно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Наталья Москвина у нас в гостях. Спасибо, почти хризонтемы. Спасибо. Ну, извините, знал бы, принес букет хризонтем. Кстати, каким образом хризонтемы расцвели на французском языке? При каких обстоятельствах и как сложилось? Так сложилось, что меня судьба забросила во Францию, и я благодарю за это Всевышнего, потому что именно с Франции начался мой романсовый большой путь. Я начала петь романсы, потому что возникла такая обстановка, когда выключилась аппаратура, все отключилось, и пришло на ум только спеть романс о капелло. И вот хризонтемы в саду я испела. И после этого посыпались предложения, и, как следствие, перевод на французский язык этого замечательного романса. А какова аудитория была? Я насколько понимаю... Дипломаты. Дипломаты европейского сообщества. Понятно. Значит, эта аудитория достаточно камерная, элитарная. Потому что, я думаю, на зал-то на 3-5 тысяч места, а капельно было спеть достаточно трудно. Ничего подобного. Даже так. Даже так. Даже так. А какая разница? 2 человека или 10 тысяч. Угу. Это ваш первый шаг к романсу был, насколько я понимаю? Первый шаг к романсам. Романсы я пела только дома, в кругу семьи пробовала. Какие-то русские песни и романсы. Ну, эстрады, естественно. А романсы вот так вот. Франция, поэтому я... Извиняюсь, я просто прошу вас представить замечательно вашего аккомпаниатора, гитариста. Он мой тезка, Виталий. 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 Виталий Кий с удовольствием представляю его. Это не аккомпаниатор, а партнер мой. Спасибо. Потому что он вдохновляет меня. Он все время импровизирует. То я иду за ним, то он идет за мной. Поэтому мы где-то... Ну, партнеры. Даже так. Песня одинаковая не звучит никогда. Нет, никогда. Именно поэтому мы не поем романсы под минусовую фонограмму. Именно поэтому. Потому что сегодня это так звучит, завтра так. Буквально через час мы выйдем из этой студии, и я этот же самый роман спою совсем по-другому, а Виталий сыграет иначе. Ну, это замечательно. Конечно. Это каждый раз не стоит на месте. Это по-новому. И в каждой песне находить что-то интересное, что-то свое. Вы знаете, я наслышан, ну, сорока, скажем так, на хвосте принесла, что вы как-то по-особенному поступили в Гнесинку. Что заставили председателя комиссии Иосиф Давыдовича Кобзона выслушать вас до конца. И что вы в каких-то необычных условиях как-то выступили. Буквально с улицы, что ли, зашли. Да, в буквальном смысле с улицы. Я прогуливалась по улице Поварской и увидела объявление, шутки ради, зашла в Академию имени Гнесиных. И попросилась, чтобы меня просто прослушали на отборочном туре. Председателем комиссии был действительно Иосиф Давыдович Кобзон. А так как я видела, что пулей вылетали абитуриенты с комнаты, где это все происходило, в слезах, потому что комиссия никого не слушала. Буквально полкуплета и говорили спасибо. Было прослушивание. Прослушали, до свидания. Да, 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 да. Ну и я, набравшись смелости, зашла, очень громко сказала свое имя и фамилию. Но фамилия это громко и ничего себе. Да, и попросила комиссию дослушать меня до конца. И я сказала, что я на этом настаиваю. При этом я смотрела в глаза Иосиф Кобзона. Он ничего не сказал. С точки зрения психологии женщины очень точный прием. Да, наверное. Как выяснилось. По крайней мере, это сработало. Я спела не одну песню, а две. От начала до конца. Песни были чьи-то или конкретно ваши? Песня была одна «Парижская танго» на немецком языке. А другая была моего сочинения, да. А так как у нас Иосиф Кобзон – король танго, я спела эту песню для него. И я не знаю, так получилось, что я закончила Академию Гнесины. Вы знаете, на собственном примере хочу сказать. Я в школе по английскому. У меня далеко не лестная оценка с моей стороны, моим знанием была. А потом, спустя годы, очень много песен перепел на английском. И приезжая в какую-то иноязычную русскому языку страну, я начинал понимать, что английский я, оказывается, знаю. Буквально по песням, да. Я понимаю их, я могу объясниться согражданами. Ну, с арабами, допустим, в Эмиратах было проще. Потому что у них такая же транскрипция, в принципе, как и… И у русских. Да. Вот англичан было понять трудно. Вопрос к вам. То, что вы пели на немецком, на французском, понимаете ли вы, что поете? Вот такой провокационный вопрос. Я, когда пела парижское танго на немецком, я понимала, конечно, перевод-то есть, он существует, русский. Но я решила эту песню выучить просто в подлиннике, как вот она звучала. И все. Дословно я ничего не понимала, я не знакома с немецким языком. Что касается французского языка, конечно же, я дословно все понимаю. И вообще этот язык очень музыкальный, и его, мне кажется, невозможно не понять музыканту. Так же, как и итальянский язык. Какие приоритеты из французских певцов? Кого слушаете, любите? Джо Досен, хотя он не вокалист. В принципе, да, он исполнитель. Джо Досен мне нравится с детства. Конечно, Мирей Матьео и Шарль Знавур. О-ла-ла. О-ла-ла. Вот. Три певца. Ну, есть еще, конечно, у них замечательные певцы, но это, конечно же, все старые, все старые школы. Я ничего нового, будучи во Франции, не услышала. А вот Патрисия Касс, в принципе, она достаточно яркий представитель нового поколения, но старой школы. И мне кажется, я послушал в 90-х годах ее концерт. Она, в принципе, меня-то не впечатлила. Меня впечатлили ее музыканты. Там настолько высокий уровень у ребят был. Взять двух басистов, один играл на пятиструнной гитаре, черного цвета человек был, а другой белый на четырех. Я понял, что каждый из этих ребят мог собрать стадион действительно и показать свое музыкальное искусство, свою технику, свои мысли. Это было бы покруче, конечно. Не в укор Патрисии Касс, это будет сказано, конечно. Бедная Патрисия. Музыканты там были очень серьезные. Я предлагаю послушать следующий романс «Куда от нас любовь уходит». Вот, кстати, хотелось бы, ну, я думаю, после исполнения этой песни о композиторе поговорить, потому что я с ним знакомый был у нас неоднократно, Алексей Карелин. Давайте послушаем песню. С удовольствием. Куда от нас любовь уходит, Где пропадает, С кем живет, Когда она Совсем проходит, И нас с собой Не берет. Когда она Совсем проходит, И нас с собой Не берет. И дымом легким, Как дыханье, Летит, летит к чужим мирам, Или ручейками без названия, Течет к невидимым морям, Или ручейками без названия, Течет к невидимым морям. А может, с нами остается Иголкой тоненькой в сердцах, И вдруг случайно отзовется Ненужной нежностью в глазах, Куда от нас любовь уходит. Наталья, Наталья, Я хотела выпустить альбом романсов современных. Конца 20-го, Начало 21-го нашего века. И вот так получилось, что мы встретились, И он мне показал вот эти вот романсы, Когда ты вернешься, Куда любовь уходит. Мне кажется, Это такой очень-очень хороший, Красивый пример современного романса. Потому что романсы сейчас практически никто не пишет, К сожалению. Очень жаль. И причем я искала романсы, Которые бы не были похожи, И не были бы подражанием старинным русским романсам, А именно были бы современные. Это достаточно сложно. Это очень сложно. Но вот начало проекта положено, И у нас есть два романса, Которые уже готовы, Еще два романса, Которые мы запускаем в работу. Вот это очень радует. Я помню, Что Алексей работал непосредственно С прекрасной поэтессой, Которая вот совсем недавно ушла, Римфедна Казакова. Планируется ли что-нибудь сделать, Воплотить, скажем так, Жизнь из того, Что из этого союза, Карелина Римфедна? Ну, я думаю, Что я обязана это сделать. Просто обязана спеть романс На стихи Риммы Казаковой. Это великая поэтесса, И она мне очень импонирует Внутренне, душевно. Вот. И я слышала уже романс Алексея Карелина. Он для меня его подготовил На стихи Риммы Казаковой. Я думаю, Что в следующей нашей встрече Мы обязательно его исполним. А мы с удовольствием послушаем. Мы послушаем следующую песню, Следующий романс. Опять же, Когда ты вернешься. Музыка Карелина. Слова Алексеева. Когда ты вернешься, Наверное, будет зима, И снег над Москвой Свои белые вальсы закружит, И стиснет морозом На улице наши дома, И съежится в кухне Давно приготовленный ужин. Когда ты вернешься, Я буду стоять у окна, В промерзшем стекле Продышу неустанное око, И будет в него мне вселенная наша видна. Его берегом разгладится к дому дорога. А-а-а-а-а… А-а-а… Когда ты вернёшься и снова пойдёшь по двору, То каждый твой шаг совпадёт с моим сердцебиеньем. Я в эти минуты все бывшие беды сотру, И высохнут сами солёные капли сомнения. Когда ты вернёшься, конечно, нахлынет весна, И дождь во дворе расплескает весёлые лужи. Я буду стоять у раскрытого на стеж окна, И крикну тебе, что уже приготовила ужин. Наталья, у вас на сайте, я посмотрел, в принципе, Из музыкального творчества. Сайт состоит, по-моему, из трёх частей. Это, первое, поп-рок, потом популярная музыка. Ну, попса, скажем так, может быть, не в словесном её варианте, но популярная музыка. И романсы. Что ближе? Я почему спрашиваю? Вот будьте аккуратны, пожалуйста, при ответе. Потому что я помню, в конце 90-х, по-моему, С Александром Малининым было интервью. Интервью очень интересное. И когда у него спросили, Какое место в вашей жизни занимают романсы? Он сказал, ну, это так, для работы. Я-то, в принципе, рокер. И мне кажется, человек, ну, оттолкнул, наверное, Процентов 90 своих поклонников. Я не знаю. Мне кажется, нужно, за что бы ты ни брался, Даже если это коммерческое какое-то мероприятие, Всё равно нужно вкладывать душу, Вкладывать, ну, все внутренности, грубо говоря, Всё, что у тебя есть. У вас какие приоритеты из того, чем вы занимаетесь? Я затрудняюсь сказать. Тем более, что меня запугали Малинину. Страшно, да? Я не рокер, однозначно. Но очень люблю эту музыку. Всё занимает в моей душе и в моём творчестве равные, Равно пропорциональной части. И то, и другое, и третье. Я одинаково, как сказать, вкладываю душу и в ту, и в другую музыку. Вы пишете и стихи, и музыку. Когда и каким образом это возникло у вас? Когда это началось? Это началось в самом детстве. Поэтому для меня это всегда было... Буквально после приезда из роддома Наталья Москвина попросила ручку, Тетрадку нотную и попросила... Да, да, да. Так оно и было практически. Даже в детский садик, я помню, ходила с маленькой сумочкой И с блокнотом и с наточенными карандашами. Они всегда были при мне днём и ночью. Это мой папа позаботился, потому что он, видимо, Увидел у меня задатки. Я писала сказки, я писала стихи. Я всё время что-то писала и рисовала. Поэтому, в общем-то, это всё органично пришло, и очень давно. А то, что вы написали, скажем так, в первых своих произведениях, Вышло ли что-нибудь? Или это настолько добрый детский наив, Который вызывает только иронию и умиление? Ну, конечно. Это какая-то песня, прогулка по лесу. Это какая-то сказка про Винни-Пуха, который плыл на зонтике. В общем, что-то такое. Но это было очень серьёзно с моей стороны. Ну, такая серьёзная игра. Ничего не издано, ничего не исполняется, конечно же. Только из взрослого. Понятно. А вот... Да нет, что вот. Давайте песню послушаем. И это правильно. Смог. Да, авторы Егор Шашин и Елена Небылова. Там, где мы, там опять туман и дожди, А я, как всегда, без зонта с утра. Где нас нет, там целует небо рассвет, И там не нужны зонтики, зонты. Утрень не смог на душе, Атлас, дорог и шоссе, Мне бы сбежать в те края, Только как без тебя. Лью дожди, межсезонье нашей любви, Печаль смаковать нам с дождём опять. Подожди, все обиды смоют дожди, Мы встретим рассвет, где сейчас нас нет. Утрень не смог на душе, Атлас, дорог и шоссе, Мне бы сбежать в те края, Только как без тебя. Утрень не смог на душе, Атлас, дорог и шоссе, Мне бы сбежать в те края, Только как без тебя. Утрень не смог на душе, Атлас, дорог и шоссе, Мне бы сбежать в те края, Только как без тебя. Утрень не смог на душе, Атлас, дорог и шоссе, Мне бы сбежать в те края, Только как без тебя. Наталья Москина сегодня у нас в гостях. Наталья, я знаю, что учились вы у одного из мэтров нашей эстрады, у Льва Валерьяныча Лещенко. Расскажите, как происходило образование? Что за человек? Вообще легко ли с ним? Сейчас опять попаду как Малинин. Не знаю, я помню никаких провокационных вопросов без всякой подоплеки. Не, ну, конечно, можно сказать, страшный человек, благодаря ему. Ну... Ну, конечно же, благодаря ему. Главная школа и главное образование у Льва Валерьяныча Лещенко началось не в Гнесинке, а после окончания, когда у меня была возможность гастролировать с ним в качестве солистки и в его сольном концерте таким вот блоком выступать сольно. Ну, это честь. Это большая честь и большая ответственность. Одно дело, когда объявляют Льва Олещенко, народного артиста нашего любимого, а другое дело, когда объявляют никому неизвестную, как он меня любил объявлять, студентка моя. Правда, не говорил бывшая, значит, Наталья Москвина. Большое ему спасибо за этот опыт, за эту школу, потому что одно дело учиться в Гнесинке, могут быть великие преподаватели, но никто никогда не заменит практику, никакие уроки и возможность выходить на большую сцену перед огромной аудиторией. И вот показывай, что ты можешь, пожалуйста. Он уходит, а я захожу на эту сцену. Поэтому это просто было здорово. Просто было здорово. И, конечно же, закулисная школа, ее тоже никто не отменял. Кто выживет в этой закулисной школе, тот и победил. Вообще, рядом с Львом Валерьяновичем конкуренция закулисная жесткая происходила. Я имею в виду среди конкуренток. Или... Ну, конкуренток-то, в общем-то, не было. Или он ограждал вас от как бы всех шпилек там, я не знаю. Просто это не расскажешь, да, и не напишешь ни в какой книжке. Вот эта атмосфера, которая создается за кулисами, перед каждым концертом она своя. Где-то недовольство, да, где-то какие-то неудобства даже в плане комфорта. В бытовом плане. Да, да, да. И это все отражается на настроении артиста. И, конечно же, как следствие, вот какие-то там разговоры, какое-то общение. Но надо отдать должное, он меня научил терпению и поведению такому достойному артиста, что бы ни происходило за кулисами. Я заметила, что чем больше артист, тем он тише себя ведет за кулисами. Достойнее. И от него меньше шума, да. Поэтому вот я взяла себе определенную планку поведения. И, как пример, у меня Флерианыч, мой учитель. Вы знаете, Наталья, мне как-то несколько раз, не то что удавалось, но так случалось, что в одном концерте и с Лещенко, и получалось в любом случае с Винокуром. Вот. А так как Винокур очень любит раскалывать народ буквально перед выходом, ну скажем так, раскалывать, чтобы для зрителей было понятно, доводить, в принципе, до истерического смеха. Вот. И после этого достаточно трудно выйти и спеть очень серьезную песню. Вот были у вас какие-то подобные казусы? За кулисами? Ну, с Винокуром, да. Нет. Нет. На моей памяти он себя всегда вел очень мирно и тихо. Нет. Нет. Но по телефону, да, были розыгрыши, конечно. Владимир Натанович однажды позвонил, это было 1 апреля. Я, как всегда, не помню, какое число вообще на дворе. И он голосом у Льва Валерианыча Лещенко начал со мной разговаривать. И говорит, а почему ты не здесь? Я тебя жду вот в офисе, у нас же с тобой разговор. Ты почему не пришла? А я помню, что никакой договоренности не было. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Но я... Я не знаю, можно ли это рассказывать в эфире, но я тоже переделала голос и через полчаса ему позвонила. Представилась девочка, которая якобы обещала прослушивание на предмет поступления в его коллектив. Он, наверное, запамятовал. В театр, Владимир. Да, да, да. Он запамятовал. Видимо, да, какая-то подходила девочка, может быть, не одна, может быть, сто. И сделал вид, что он меня помнит и пригласил на встречу. И, естественно, я не пришла. Потом по телефону. Ну, все это выяснилось. Он долго смеялся и отнесся к этому, в общем, достойно и с юмором. Он молодец. Ну, великие артисты, они великие во всем. Ну, вы квиты, в принципе. Да. И женское уязвленное самолюбие, в принципе, не спокойно. Конечно, конечно. Понятно. Даже учитывая, что это 1 апреля. Я еще очень люблю 1 апреля разыгрывать своих друзей. Я не люблю 1 апреля. Обожаю. Просто обожаю. Причем я готовлюсь к этому недели за две, наверное. Придумываю всякие там всевозможные комбинации. Так, по поводу Льва Лещенко. Вы, насколько я помню, спели с ним дуэт. Да, был такой. Эхо. Эхо любви из кинофильма «Судьба». И, по-моему, вот этот дуэт, он как бы дал вам достаточно мощный зеленый свет, если мне не изменяет память. Да, он сразу же меня поднял на сцену Кремля. То есть, впервые мы исполнили этот дуэт на Кремлевской сцене, Кремлевского дворца, на День милиции. О, как! Да, была вот такая вот заявка, конечно. Были очень хорошие отзывы. И, в общем-то, потом мы не однажды исполняли этот дуэт на концертах тоже кремлевских. Ну, я пою эту песню и сольно. А давайте попробуем сейчас послушать. Прямо сейчас? Ну, а почему нет? Если... Ну, что ж, откладывай-то на потом. Готовано. Если это, я думаю, что реально. У нас там это реально, я надеюсь. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо. Мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердце нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже с краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга. Я знаю, с тобой не разданемся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы эхо, мы эхо. Мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Наталья, я посмотрел список песен и пришел к выводу, что авторов, которых вы исполняете, кроме вас, естественно, достаточное количество. Какие ваши приоритеты и с кем вообще? Как вы сходитесь с авторами? Ну вот, с авторством там, не знаю. Да, есть авторство, да. Даже не могу сказать, как это получается. Получается и все. С авторства. Одна песня получилась так, что есть музыка, нет текста. Я взялась написать текст. Понравилась музыка. Один случай. Второй случай, когда я хотела бы в тексте много чего изменить. И когда начинаешь изменять, то получается, что меняешь практически все. За исключением двух-трех строчек. Такое тоже бывало. Вот. Вот так вот. Ну, а когда я пишу сама, то это, конечно же, музыка и стихи сразу. Угу. И вот без разницы. А, нет, ну как без разницы? Сразу вот идет полотно, так скажем, сверху. И музыка и стихи. Да. Понятно. А просто вот назовите, пожалуйста, авторов, вот с кем работаете. Это Лев Лидер. Леонид Лидер. Это Егор Шашин. Это Владимир Осинский. Это, естественно, Алексей Карелин. Это Елена Небылова. Надеюсь, Рюм Казакова. Надеюсь, Рюм Казакова. Ну, и многие другие. Их, в принципе, много, и все они талантливые. Вот. Поэтому песни сами меня находят в основном. Я-то кину только клич, информацию, попрошу в космос. Дайте мне песен красивых. Они приходят вместе с авторами. Давайте Виталия попросим. Тут по программе я ничего, никаких сюрпризов не делаю. Вот. Один сюрприз уже был. Но это мы с вами знаем, какой. Виталий. Венгерка. И ваша гитара. Да, дело в том, что Венгерка в свое время играл потрясающий, уникальный русский гитарист Сергей Орехов. Вот. Это был потрясающая личность. Вот. И говорят, что когда Пако де Луси приехал в Москву, много лет назад он задал вопрос, а где ваш Сергей? Вот. Он имел в виду выдающегося русского гитариста Сергея Орехова. Сейчас играют многие его переложения, тоже романсов и русских песен. Вот. Так что он много лет назад играл Венгерку. Давайте послушаем. Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Венгерская цыганочка в исполнении гитариста-виртуоза Виталия Кисия Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Под шансоном понимают песни из зоны больше Наш народ, я имею в виду не музыканты, а именно слушатели наши Но все-таки шансон – это песня а-ля романс Как ни крути! Если взять тех же французов, то очень похоже Шансонье по своему содержанию и самой музыкальности Как бы, что такое шансон Это действительно лирическое какое-то повествование Мне кажется, наиболее романс соответствует, наверное, все-таки Все-таки какая-то определенная драматургия Но в романте-то по-любому Там три четверти изначально идет А мы в прямом эфире, Наталья Москвина у нас в гостях И у нас звонок, алло! Алло, здравствуйте! Добрый день! Хочется поблагодарить Наташеньку за ее прекрасный, теплый, нежный голос Очень жаль, что мы практически не видим вас на большой сцене Почему? По какой причине? И хотелось бы, конечно, чаще слышать ваш голос Где это можно сделать? И, может быть, у вас есть записи в дисках, аудиокассеты Подскажите, пожалуйста, потому что такого голоса практически своеобразного Давно мы не слышали Спасибо вам за ваше творчество Успеха вам и в личной жизни, и в творческой жизни Спасибо Очень приятный звонок Про вторую часть ответа я впоследствии буквально через несколько минут Я покажу по поводу дисков А вот первую слушаю В доме книги можно приобрести эти диски мои А почему не видно, не слышно? Ну, потому что ротация стоит денег телевизионная Вот, а не знаю, как-то я считаю, что творческий человек не должен платить деньги На других телевизионных каналах, кроме Леонидова Да, конечно, конечно А вот ротация, она за деньги Ну, я не должна тут обижаться тоже, понимаете В концерты ведущие меня приглашают в сборный Вот, и в октябре, по-моему, месяце прошлого года Это был эфир на канале На телевизионном канале, не буду говорить на каком, но Был эфир моего сольного концерта Я видел Да, на одном из центральных каналов Поэтому как-то Да, я, конечно, каждый день не вижу своих клипов Так же, как и вы на телевизионном экране Но, в принципе, не знаю Те, кто интересуется и романсами И, в общем-то, знают мое творчество И эстрадой тоже И особенно по дуэту Эхо-любви, которая в песне только что прозвучала И вот буквально до этого вопроса хотел задать В принципе, аналогичный Есть определенная закономерность Легче в наше время, наверное, спеть что-то уже спетое Кем-то когда-то Вот, сделать это лучше И, в принципе, тебя ждет, ну, на определенном этапе успех Нежели ты будешь продвигать какое-то свое творчество Потому что свое-то продвинуть намного сложнее Я не знаю, либо это в наше время Либо это так было всегда Ну, сейчас огромная конкуренция Огромное количество телевизионных каналов У каждого канала свой проект У каждого канала свой проект И поэтому, чтобы действительно покрыть все вероятности Появления твоего на экране Чтобы все-все-все люди увидели тебя И в Москве, и в глубинке, и за рубежом Это нужны колоссальные, конечно же, вложения А раньше было, по-другому Раньше было два или один телевизионный канал центральный И все было просто Один раз тебя показывают, это уже звезда Но мы живем в наше время И тут я не сетую и не тороплюсь никуда У меня есть свое творчество И я думаю, что я права здесь Я иду своей дорогой И, в общем-то, и все Копировать кого-то я не хочу И я очень-очень счастлива Что все-таки у меня есть Свой узнаваемый тембр И свой узнаваемый репертуар Который ни с кем не спутаешь Ну, буквально тому свидетель Вот этот замечательный звонок Люди ищут, люди хотят Услышать действительно ваш тембр И песни в вашем исполнении Давайте послушаем следующее произведение Да, вот Виталий сделал такой переход К старинным русским романсам У нас до этого звучали композиции современные А сейчас у нас прозвучат Несколько старинных романсов Коснемся трепетной рукой классики Коснемся Только раз Нет, побыть со мной А, можно? Не уходи Побудь со мной Здесь так отрадно Так светло Я поцелуями покрою Устаю О, чечелок Я поцелуями покрою Устаю О, чечелок Не уходи Побудь со мной Я так давно Тебя люблю Тебя я с лаской огневою И обожгу И утомлю И утомлю Тебя я лаской огневою Я обожгу И утомлю Побудь со мной Побудь со мной Не уходи Не уходи Побудь со мною Пылает страсть В моей груди Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Побудь со мной Побудь со мной Вот как раз Именно с этого Классического Произведения И начат Вот этот диск Золотая коллекция Романцев Наталья Москвина Расскажите, пожалуйста, Наташа, у меня два диска А второй диск Называется Звуки дня Вот Это две разные музыки Но то, что их объединяет Одно общее Замечательное Красивое начало Под Замечательным Именем Фамилии Наталья Москвина Расскажите, пожалуйста, о дисках Хотелось бы С какого начнем? Ну, первый был диск Романцев, конечно Вот это и есть Плод Того Казуса Во Франции Вот это как результат Получилось Да, потому что я Получила во Франции Много Много предложений На гастроли И Дипломатических кругов И все хотели Слышать романс А так как романс Я никогда не исполняла То пришлось Согласиться А приехав в Москву Срочно готовить Романцевую программу Ну и Мы ее и записали Сколько времени ушло На подготовку Полтора месяца где-то Это реактивные Просто сроки Действительно Деваться было некуда Слово было дано Хотелось бы дать слово Нашим телезрителям Алло, слушаем вас Алло Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Меня зовут Александр Очень приятно Виталий Ну что я хочу сказать Во-первых Добрый вечер Здрасте Здравствуйте Во-вторых По поводу Вашей сегодняшней гости Вы абсолютно правы Наталья Это маленький бриллиант Красивая Талантливая С прекрасным голосом Масса обаяния Ну в общем С сегодняшнего дня Я ее Новый поклонник Ну и хотел бы По трем позициям Узнать День ее рождения Как называется Сайт И место и время Ее ближайшее выступление Спасибо Виталий Спасибо Наталья Спасибо Спасибо вам Вот такой вот Целевой Конкретный Адресный вопрос День рождения 12 октября Я родилась Значит Что касается сайта Там по-моему Где-то на диске написано www.moskvina Я точно не помню Вы знаете Я наверное без этого Попробую Даже несмотря Потому что я смотрел Сегодня Ну конечно www.nmoskvina.ru nmoskvina.ru Да Ну а ближайшее выступление Я думаю Что на День города Потому что сейчас Время отпусков Вот на День города Москвы Ну коль время отпусков Хотелось бы задать вопрос Провели ли где-нибудь Несколько солнечных Замечательных Релаксирующих дней Или все в планах Честно говоря Да провела Но это было В апреле-май А сейчас Солнечные ванны Я еду принимать Буквально через 2 недели Ну наверное Куда-нибудь за границей Ну да Понятно Наверное не в Турции Я не буду делать рекламу Курорту Хорошо Хорошо А мы в свою очередь Будем слушать песню Вот хотелось бы узнать Только раз Мы будем петь? Да будем А почему нет? А то мы опять перепрыгнули Как-то Нет Нет Мы споем сейчас только раз Да Слушай Внимательно И с удовольствием День и ночь День и ночь Взволнованную сказкой Мне звучат Твои слова Только раз Бывает Жизнь и встреча Только раз Судьбою рвется нить Только раз Только раз В холодный зимний вечер Мне так хочется Любить Любить Тает луч пурпурного заката В синего В синего В синего В синего В окутанные цветы Где же ты Желанный мой Желанный мой Только раз Только раз В холодный зимний вечер Мне так хочется Любить Любить Прекрасно Прекрасно Классика Вечность Замечательно Дорогие друзья Наталья Москвина Сегодня нас радует Действительно Вечными песнями Вечными романцами Это замечательно Наталья Вы знаете Я к чему Сейчас хочу задать вопрос Глядя на конкурсы красоты Меня всегда очень имеляет Как отвечают На вопросы Красивые женщины Особенно блондинки Допустим Да Вот Нет Допустим Спрашивает Я готова Красавица Что ты больше всего В жизни жаждешь И она Абсолютно Серьезно отвечает Допустим Чтобы дети Никарагу Перестали голодать Или чтобы там Наконец-то Наступил Между черными и белыми Мир в ЮАР Вот И чтобы Допустим Пираты Карибского бассейна Наконец-то Взялись за ум И перестали Нападать На проходящие Мимо суда Какие у вас Мечты Желания Чаяния Да Ну не такие Я бы сказала У меня все проще Мечты Чтобы не болели Мои близкие Чтобы всем Кого я люблю Хватило Здоровья И хватило Хватило Благости Радости В этой жизни Вот У меня мечта Реализоваться Реализовать Свое творчество Реализовать Свой литературный Талант Ну Все что у меня Есть Все Какие таланты Мне дал Бог Я хотела бы Познакомить Людей С моими талантами Ну и Какие мечты Быть любимой И любящей Это красивая Женская мечта Мне кажется Она все таки Ну это не мечта Мне кажется Быть такой красавицей Это абсолютно реально По крайней мере Я этого хочу Быть любимой Или все таки Вот говорят Не родись красивой А родись счастливой Вот в вашем случае Без конкретики Какой-то Вы счастливый человек Вас любят Конечно Конечно я счастливый человек Тогда послушаем Следующую песню Ну Хорошо Вот как Обман Обман В очаровании Милых слов Заставил ты меня Поверить Поверить в то Что есть Любовь И страсти Пыл Словами Мерить Холодный Дождь Стучит В окно Уходит Осень Поздний Вечер А все Иначе Быть Могло Но свет Любви Увы Не Вечер Обман 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 Так горьк И так сладок Обман Обман Как ложь Была не жена Обман 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 Так горьк И так сладок И снова И снова Я одна И снова Тишина Не думай Не корю за то Что были Что были Сладкие Обещания И вряд ли я пойму За что За что такое Расставание И не забыть Мне наших встреч И тихий шепот В лунный вечер А то, что не смогли Сберечь Я сохраню в душе Навечено Обман Обман Так горьк И так сладок Обман Обман Как ложь Была не жена Обман Обман Так горьк И так сладок И снова Я Одна И снова Тишина Теперь я Ничего Не жду И вовсе Не молю О встрече Я потеряла Ту звезду Который Свет Казался Вечен Но боль Когда-нибудь Пройдет Я как Молитву Повторяю И счастье Все ж Меня Найдет Больное Сердце Уверяю Обман Обман Так горьк И так сладок Обман Обман Как ложь Была Не жена Обман Обман Так горьк И так сладок И снова Я Одна И снова Тишина Замечательный романс Это современный романс Современный романс И здесь Я соавтором Являюсь С Еленой Иваниной Написание текста О музыке Владимира Осинского Очень трогательная песня Замечательная Действительно Красивая Знаете, что после этого романса Спрашивают Ты про себя это написала? Я не буду Я не буду Спрашивать Ничего И у нас звонок Пусть телезрители спрашивают Алло Добрый день, Виталий Здравствуйте С праздником вас, во-первых Спасибо Вас еще не поздравляют Нет, еще Сижу, смотрю Меня Владимир зовут, кстати Я помню У нас двухлетие Извините, я вас переверну У нас двухлетие телеканала было Буквально недавно Так что можете С праздником Спасибо Очень ежиданно Спасибо Слушаем вас, Владимир Вот сижу, смотрю Бальзам по душе льется Прекрасный исполнитель Прекрасная женщина Прекрасный аккомпанемент Прекрасный голос И вот думаю Что еще надо Простому телезрителю Чтобы встретить старость Неожиданно как-то А может второй молодость? У Натальи мне хочется спросить День рождения Мы ее узнали А вот есть ли у ней Праздник любимый Или же дата какая-нибудь И почему Спасибо Спасибо Ну я не буду оригинальна У меня есть любимый праздник Новый год С детства Я его ждала Всегда дни считала Когда была маленькой Сейчас все Время летит быстрее Конечно Но Новый год Остался моим любимым праздником Ну вот в принципе и ответ Давайте послушаем Следующую песню Время нас неумолимо подгоняет А песню хотелось бы послушать Не уезжай Ты мой голубчик Не уезжай Не уезжай Ты мой голубчик Печально жить мне без тебя Дай на прощанье Обещанье Что не разлюбишь Что не разлюбишь Скажи меня Скажи ты мне Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь ты меня Когда порой тебя не вижу Грустно задумчиво сижу Когда речей твоих Когда речей твоих Не слышу Мне кажется Я не живу Скажи ты мне Скажи ты мне Что любишь меня Что любишь меня Скажи ты мне Ну скажи ты мне Что любишь ты меня Скажи ты мне Ну скажи ты мне Что любишь ты Что любишь ты Меня Вы знаете Не будем тратить На пустую болтовню время Давайте послушаем песню А следующая песня Две розы Старинный романс Послушаем Капли испарений Падают Как слезы И темнеет синий Выцвенший хрусталь Тени двух мгновений Две увядших розы А на них немая Мертвая печаль Одна из них Белая Была Как улыбка Несмелая Другая Жалая Была Как мечта Небывалая И обе И обе Манили И звали И обе Увяли 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 они Не цвести уж вновь А с ними Увялая Чья-то Любовь Счастье 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 Было Столько Сколько Капель В море Сколько Листьев Желтых Над Седой Землей И остались Столько Как Мементом Мори Две Увядших Розы В Синим Хрустале Одна из них Грустная Была Как Свирель Безыскусная Другая Жалая Алая Бестыжая Наглая Шалая И обе Мани И звали И обе Увяли Другая 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 К нам Приехал На телеканале Ля Минор Наталья В каких странах Вы побывали Я не имею Ввиду Просто Отдыхая А именно И я С работой Я имею ввиду С концертами И что запомнилось Пою я везде Где бываю Честно говоря Потому что Без пения Не обходится Что касается Концертов Это Конечно же Франция Германия Голландия Швейцария Израиль Это наверное В основном Какие-то Все-таки Русскоязычные Или Уже более Широкий ареал Нет Наоборот Не русскоязычные Во Франции В частности Не русскоязычные В Швейцарии Так же И Голландии Вас уже Любят Знают И не первый раз Приглашают Где вы действительно Желанные гости Перечислила Одна из самых Крайних стран В которые вы побывали За последнее время Скажем С концертом Ну да С концертом Это Израиль Израиль Давно В июне месяце Жарко Жарко Да Понятно В заключение Нашей программы Давайте Послушаем Роман с Настеньки Музыка Андрея Петрова Стихи Марины Цветаевой Музыка Музыка Вы чьи широкие шинели Напоминали паруса Чьи шпоры весело звенели И голоса И голоса И чьи глаза Как бриллианты На сердце Оставляли след Очаровательные фронты Очаровательные фронты Минувших лет Одним ожесточеньем воли Вы брали сердце И скалу Цари на каждом Вранном поле И на балу И на балу И на балу Вам все вершины Были малы Имя как самый черствый хлеб О, молодые генералы О, молодые генералы Своих судей О, как мне кажется Замогли вы рукою полною перстней И кудридев ласкать, и гривы своих коней, своих коней В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век И ваши кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег Дорогие друзья, вот такой трогательный, замечательный роман с восполнением Натальи Москвиной Сейчас прозвучал в заключении, к сожалению, нашей программы Наталья, у вас вообще есть свободное время на хобби какое-нибудь, на какие-нибудь увлечения? Ну, нет у меня как такового хобби Все, тогда несколько слов на прощание нашим телезрителям Дорогие телезрители, будьте здоровы, будьте счастливы И пусть вас никогда не покидает любовь Потому что только любовь нас заставляет жить и творить Я полностью вас поддерживаю Ну, а мне остается в свою очередь Ну, пожелать вам, как вы говорите, реализоваться Но мне кажется, для человека это, наверное, одно из самых главных Для чего мы вообще приходим на этот свет Сказать вам спасибо, поцеловать вам руку Спасибо Виталий Кисть замечательный аккомпаниатор Спасибо вам Дорогие друзья, смотрите нас всегда Телеканал Леа Минор Программа к вам приехала До свидания До свидания